Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова у Железова Валерия Константиновича. Вопросов много, ответы на некоторые вопросы. Мы можем дать, на некоторые не можем. Вот, я имею ввиду питомник обводов. Есть в питомниках обводы честные, искренние люди. Я знаю таких самых честных, это Макарова Алексея Ивановича и Маршина Железова Сергея. И Сергей рассказывал. Я когда-то рассказал, как он отказался продавать полуфабрикаты. Дайте пример такой. Вот в горшке растут прививки, привитые. Вот, сейчас я объясню, о чём вещь пойдёт. Для этого мне надо попасть в себе... Вот сюда, например. Да, мне надо проверить, идёт ли запись. Запись идёт. Может быть, это вам будет интересно, потому что обманывают страшно. Обманывают так, что ужас какой-то. Вот они. Берой нашего дня Сергей справа. Вот. 5 апреля на улице снег. Но работать надо, иначе не успеваем. Завтра может жару смениться этот снег. Получается, что... А даже был такой случай... Где-то проходит месяц, а они прививаются прямо в горшках. С горшков вылазят уже вот такие побеги, вот такие вот. Мой месяц. Люди приезжают, а санксов уже нет, а люди едут. А некоторые умудряются без звонка, да ещё за 100 за 200 километров приехать. Ну, найдите хоть ширинь и саженец Сергей. Нет. Вот. Трёхлетки вырубают, отказываются продавать. Вы представляете? Вот. Это я жалуюсь на своего сына. Вырубают и всё. Дальше что? Растут они. Вот они. Уже в мае... Мы ещё опоздали. Бывало, в конце марта начинали прививать. Вот они уже вот такие вот, в середине мая. Вот такие вот, они под бутылками растут. Там где они идут за два, за три. Вот. Ну, продайте за пол сыны. Я, вроде, они халтурщик. Вот. Ну, Сергей, всю ночь. Продайте за пол сыны. Тогда будет сажаться по 1000 рублей составить уже дороже. Вот. По 1000 рублей. Я говорю, продайте за 500. Человек возьмёт в горшке, посадится и будет расти, как ничего не было. Вы себе так пересаживали. Нет, я не халтурщик. Вот видите, как я, пожалуйста, насылал. А второй, кого я хотел сказать? Ну, это Макар Алексей Иванович. Вот. Для чего я это скажу? Макару присылают мне вот это вот. Значит... Нет, не так. Эту фотографию делал я. Если вы видите, здесь у нас... Бальжурские орехи в моём саду оказались все, которые не были собраны. Все оказались расколоты. Вот. Я с вас ушёл и не знал, что думать. А Макару знает. Он взял, присылает мне этот ролик именно с белкой, которая грызёт эти же самые орехи. Ну, вероятно, смысл. Хотя я ни разу в жизни белку не видел, что я в саду. А кто его знает? Если рядом, где-нибудь 100 метров. Может и правда белка. Это одно. А второе, я хочу показать Макаровский участок. Почему? Вот это вот, друзья, переписка, которую мне прислали. Вот. Я не стал её вообще переписку. Человек требовал одно сказать. Скажите, это ваши подвои Макаруской прикосы? Не ваши. Покажите хоть одну фотографию, что это ваши. Вот. А она сидит, эта дама, да? И каждый раз отвечает. Уже несколько раз такое. В переписке. Я всё не буду, не буду вашей отнимать внимание. Уважаемый садовый, спасибо за обращение. Вот. Мы не даём экономической консультации. То есть, она отказывается ответить про подвои. Но вы можете утащить вопрос в социальных сетях. Точка. Нажимая в социальные сети, никуда не попадаем. Здорово придумали. И вот этот человек, который с ней пытался. Это наш человек. Мой ученик. Вот. И мой родственник, он, значит, написал последнее. Мария, спасибо за ваши ответы. Я понял одно. Вы торгуете не садовым садовым прикосом, а дуптой. До свидания. Продолжайте дальше 20 дней. Вы стоите на месте этой Марии. Ей надо бесплатное молоко за вред издавать. Такое полушедливое выражение моё. Потому что ей постоянно приходится отвечать, почему Сариусы мёртвые? Мёртвые. В каталоге у них что написано? Написано, что у них полухарликовый подвой. Её спрашивают, а она ему ответила. Манджурский. Правда, с ошибкой словом манджурский. Подвой. А дальше отвечает и скажет, что где вы эти самые, где фотографии, где эти подворы. И тогда я сказал себе. Теперь поняли после этого длительного выступления? Я сказал себе. А давайте посмотрим Макарова. Клин же нормальные люди. Внимание. Мы находимся в питомничке. Видите, в серафине чуть больше минерусом. Это абрикосы. Абрикосы. Серафин. А что я сразу нашёл? Абрикосы чуть больше минерусом. Это прошло год. Будем сейчас продаваться. У него даже плодик свой. Вот он. Серафин. И это не единственное. Я сегодня ещё обнаружил. В другую гляну. Тоже абрикосы. Вот они все. Вот. Так. Там серафин. И вот здесь. Вот. Вот. Абрикосик. Вот видите, какой крупный. Крупный. Это у меня фаина. Это сорт железа. Вот. Я прямо здесь с этим метров большим ярусом. То есть двух метров нет. И где ты? И ещё бы подводные. Дальше. 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 Еще один. Да. Вот. Вот. вот еще один так а это академик это самый крупный на сегодняшний день у него был вот сейчас буквально через 3 недели начнется продажа вот то есть я хочу сказать вот и секунду запомните слово на второй год начинает плодоносит почему я объясню чуть ниже насколько это важно знать и в какой это дебильная то есть садовой россии садовой мы живем и на третий вот у вас у остальных люди он мне присылает отчеты кто мне покупал в прошлом году я взял на следующий год пробуем уже ваши плоды это про аблюкосы скосочки конечно подольше там 5-6 лет надо ждать вот но тем не менее скосочки высаженные они считаются более долговечными более морозостойкие и они скажем так не покалечены потом забуду показать уточнить с возрастом постепенно устаканивается геном растения его чисто индивидуальный как правило плоды становятся краше крупнее и слаще и слаще пока на первом этапе это еще то что вы видели первые плодики видели это еще химеры слово химеры неприменимо в современной науке потому что это считается антинаукой а для нас с макаром это нормально химеры пустаканится и плоды будут два раза крупнее вот-вот-вот жалую тебя как другу ну то же самое я тут вчера снимал кино она уже вышла в ютубе там два-три десятка вот таких же деревьев да плодошений на третий год ну некоторые мастерты привитые там академики королевские вот их просто побрезгали не выкупили и какой я сейчас хожу по этому участку счастлив просто счастлив потому что вот они мощные девица мы уже второго цель версии берете на прививку вот и вместо них я имел возможность выпилить два десятка старых 20-30 летних абрикосов для сибири они старые а господи чё я заговорил какие старые если в прошлом году рекорды врага за все 40 лет был как раз в прошлом году по 20-30 метров а два дали по 40 лет вы представляете какие они старые это получается самый раз максимальный враг был у кого на 20-й у кого на 25-й год у кого на 30-й получается что они самые не старых расцвет а я их спилил посадил остались благодаря тому что побрезгали вот этими абрикосами они остались теперь кино я их показал вчера кому надо тут увидел вот и вот я тоже вам хотел пожаловаться а вы что-то наоборот три десятка деревьев благодаря им я избавился от старых я извиняюсь такое слово нехорошее избавился от элиты только потому что на место сейчас будет посажен еще более я считаю еще более ценные сорта в том числе благодаря вам спасибо за посылку с черенками абрикоса что-то конечно размер тут вот тоже останется теперь вот видите да мы упали так закончилось это кино ладно еще и значит что дело ну покажу несколько фотографий чтобы вы знали чем занимаются настоящие 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 еще покажу показывал вот 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 еще несколько фотографий абрикоса покажу и церковь наверное наверное все верующие последствия на воды мы все верующие потому что мы видим эти чудеса и мы понимаем что просто так эти чудеса родиться не могли здесь божья воля я не эту сторону наверное листал сейчас полистаю вот эту покажу фотографию вот просто полюбуемся часть из них мои вот нагляделись теперь возвращаемся сюда внимание внимание у меня будет вебинар сегодня пятница сегодня седьмое а вебинар будет понедельник десятого так вот значит про это мы уже поговорили Мариева торгуете туптой почему я показал сейчас небольшую часть сада Макарова уже поняли таких садов раздва общался мошенничество дичайшее правительство на это внимание не обращает идет грабеж миллионов миллиардов людей то есть в карманы вынимаются миллиарды мы плохо живем на это самое у нас много нищих да самый последний бедняк покупает саженцы обреченные на смерть очень страшно любовь к саду превратили в это самое добычу денег грабеж в выворачивание карманов вот сейчас я еще хотел показать одну вещь а кстати вот он сад который частично сжигается вот он но это я хочу показать на вебинаре сейчас просто есть письмо которое как бы диссонансом к нашему разговору диссонансу вот этот ужас вы поверите или нет это на мастер-классе учили мастер-класс в Свердловской области а уж замазывать об этом и речи нет это все я приготовил для вебинара меня ругают за то что за экстремизм я иначе не могу сейчас 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 а вот оно смотрите и так дорогое время самое дорогое в жизни это время и человек не знает о том что Макарова сегодня привил а на следующий год плоды уже Сергей сегодня привил на следующий год плоды причем на Сейнце как правило выходит на врач один год а здесь мало кто будет тратить годы 3-4 на врач а не Сейнце с чего он взял что 3-4 а потом 3-5 лет до начала по отношению и так 6-9 лет до начала по отношению вот дальше человек как оппонент говорит пишет наклоновая подвода перешел весь мир и не зря продуктивность промышленные сады красота порядок ну забыл что получается так что это минус что 40 обработок ради того чтобы они были вот такие какие есть да 40 обработок ядохимикатами 40 обработок ты своих детей будешь этим кормить ну хорошо от 6 до 9 лет это получается что это вранье чистейшее нисколько не быстрее и наконец тут такое письмо пронзительное с Киевской области что я заканчиваю Оричавич спасибо за то что мы прошли по вашему саду так как бы образно визуально прошли увидели ваши плоды где на второй третий год у вас уже плодоношение вот это все опровергается 6-9 лет ага сейчас вот 3-4 года выращивание сельцев где он это придумал почему он и как может человек ступать в скор вот за часом видом весь мир не зря продуктивность продуктивность а трава в 40 обработок ну что же это такое вот спасибо дальше я всех отправляю на вебинар на понедельник где он у меня хотите все таки иметь настоящее самое настоящее садоводство 9 лет до первого плодоношения ага вот он вебинар вот она моя гостевая книга можно зарегистрироваться кому непонятно звоните просто мне напишите вот нас мало вот нас мало я вам утверждаю что наш способ прививка до сеянцы вот ни одной капли ядов из 40 обработок ни одной обработки так и при этом мы можем кормить своих детей все друзья пока ну а насчет сеянцев капля дегтя покупайте косточки покупайте семечки и выращивайте сами . благодарю за внимание